Но какая странная вещь происходит с энергетикой, ведь мы все, все присутствующие сейчас в этой сессии, знаем механизм присоединения к электричеству и газу, который существует в нашей стране, и нам даже иногда не приходит в голову это обсуждать. Потому что так было всегда, так было последние десятилетия, и мы уже к этому привыкли. Но так не факт, что это существует во всех странах мира, ведь ситуация другая. Как у нас приходит инвестор, допустим, даже в индустриальный парк. Государство за него многие сейчас вещи делает. Построили инфраструктуру, даже создаем корпуса иногда, даем налоговые льготы и так далее. Но самая ключевая вещь, которая нужна инвестору, присоединиться к энергетике, к электричеству и газу. И тут, естественно, на поле говорят, у нас в Российской Федерации существует плата за технологическое присоединение. Вот я считаю, что это то, вот мы сейчас ищем пути решения вместе с коллегами из ОСИ. Они непростые, но сама модель у нас вызывает огромные вопросы. Вот сама модель такая, мы говорим, мы за инвестора все готовы сделать, все условия создать. Но только вот инвестор должен сам инвестировать в создание энергетической инфраструктуры. Ведь плата за тех присоединения, это что? Это значит, что естественная монополия, энергосбытовая компания говорит, я собираюсь на этом новом производственном предприятии зарабатывать деньги, буду брать с него плату за тариф, за использование электричества, например. Но при этом, до того, как я начну на нем зарабатывать и брать плату за тариф, я хочу, чтобы мне инвестор полностью возместил всю инвестиционную составляющую. То есть стоимость трансформаторной подстанции, сетей, которые я построил. Вот мне эта модель кажется предметом для обсуждения, в том числе и на этом форуме. Потому что здесь речь не идет о том, чтобы кто-то возместил эти затраты, хотя, может быть, это тоже было бы решение. Здесь речь идет о самой бизнес-модели. Почему мы считаем, что естественные монополии или энергетические компании, для которых электричество, газ – это основной бизнес, не готовы инвестировать в развитие инфраструктуры в долгу и перекладывают это на инвестора, которые занимаются производством комплектующих, производством продуктов питания, кормов и так далее. Вот мне кажется, что это тот вопрос, который относится к категории сильные идеи для нового времени. Они сильные, трудные, которые нужно обсуждать. Мы уже много часов провели в дискуссиях, в том числе на площадке ОСИ. Готового решения пока, наверное, предложить не можем, но оно находится в изменении бизнес-модели точно. То есть мы должны, если очень просто, упросить свою идею, по сути, обеспечить инвесторам бесплатное присоединение к электричеству и газу. Денис, это понятно. Понятно, мы просто сильно выбиваемся уже из графика. Предложение понятно. Денис, это понятно, я.